Переходим к прорисовке свето-теневого рисунка на нашем снимке. Давайте создадим новый пустой слой, щелкаем сюда и зальем его 50% серым цветом. Для этого переходим в пункт редактирования, выполнить заливку, использовать 50% серого. Нажимаем клавишу ОК. Режим наложения, ставим мягкий свет и точно так же, как на предыдущем этапе, где мы прорабатывали кожу, мы будем прорисовывать свет и тень при помощи техники Dodge & Burn. Итак, выбираем сначала инструмент-затемнитель на палитре и экспонирование давайте поднимем примерно до 10%. Примерно так. Размер увеличиваем и начинаем с того, что прорисовываем тень по контуру головы модель. Таким образом мы добавим дополнительный объем на нее. Проходимся здесь. Вот таким образом. Также здесь. С этой стороны. Не забывайте следить за результатом, что меняется. Смотрим сразу же. Также давайте проработаем скулу. Сделаем несколько мазочков по ней. До и после. Как видите. Здесь у нас образовалось белое пятнышко. Его также необходимо чуть-чуть притемнить. Ну, примерно так. До и после. Еще чуть-чуть можно. Также давайте проработаем брови модели. Сделаем их более контрастными. Проходимся при помощи затемнителя по ним. Таким вот образом. И также по другой. Теперь прорабатываем нос. Добавляем контрасты теням снизу. Прорабатываем переносицу. Таким образом. Участок около глаз. Также можно дополнительно затемнить ресницы. Чтобы сделать их более заметными. Примерно вот так вот. До и после. Носогубную складку проработаем. Вот здесь вот. Участок под губой. И еще немножко проработаем подбородок. Вот таким образом. Теперь давайте возьмем инструмент осветлитель. Увеличиваем размер. И также поднимем для него экспонирование примерно до значения 10. Начинаем прорисовывать светлые области. Давайте начнем с переносицы. Вот такими вот мосочками. Высветляем данный участок. И теперь поднимаемся кверху. Высветляем лоб. Делаем его более объемным. Примерно так. Смотрим до и после. Что у нас изменилось. Так же проработаем щеку. Так же другую щеку проработаем. Подбородок. Давайте еще раз возьмем инструмент затемнитель и проработаем дополнительные участки вот здесь вот. Еще посильнее затемним щеку и подбородок с этого края. Примерно вот так. До и после. И так же чуть-чуть еще здесь. Так же давайте сразу проработаем губы. Уменьшаем размер затемнителя и прорабатываем внешнюю часть губ. Вот таким вот образом. А так же внутреннюю часть. Блик не трогаем. Его проработаем при помощи осветлителя. Вот таким образом. Смотрим до и после. Что у нас изменилось. И теперь берем в руки осветлитель. И прорабатываем так же губы. Высветляем здесь блик на них. И верхнюю часть вот здесь. До и после. Как вы видите, что у нас меняется. И так же можно добавить еще чуть-чуть бликов на носогубную складку. Так же давайте немножко высветлим подбородок побольше. Сделаем его более объемным. Вот примерно так. Теперь давайте увеличим размер изображения. И поработаем над глазами. В первую очередь берем инструмент осветлитель. Экспонирование можно поднять примерно до 25 или даже 30%. Берем маленький диаметр для инструмента. И начинаем вот таким вот образом высветлять прожилки на зрачке. Примерно так. Также добавляем вот такой вот блик здесь. И то же самое на другом глазу. Высветляем сначала прожилки. И добавляем блик. Примерно так. Давайте посмотрим издалека, что у нас получилось. До и после. Отлично. И теперь так же проработаем глаза при помощи затемнителя. Выбираем данный инструмент. Затемняем верхнюю часть глаза, чтобы добавить объем. И проходимся по границе радужной оболочки. Вот таким образом. То же самое на другом глазу. Вот так вот. Смотрим, что получилось. До и после. Не переживайте, если тени сейчас кажутся немного грубоватыми. В дальнейшем мы с вами их чуть-чуть ослабим. Можно немного пройтись по блику на глазах, так как он у нас выглядит чересчур сильно. Чуть-чуть его ослабим при помощи затемнителя. Примерно так. Так уже получу. Так же нам с вами необходимо проработать плечи и спину модели. Давайте возьмем инструмент опять затемнитель. Размер возьмем побольше. И проработаем тени уже на спине. Затемняем эти области. Здесь участок. Шею. Вот здесь. Следим за результатом. Что у нас меняется, как видите, до и после. И так же затемняем эту область. Далее берем осветлитель. С большим диаметром. Экспонирование уменьшаем. Опять примерно до 10%. И прорабатываем плечо. Так же высветляем вот эти области. Так же руку. Вот примерно так. Смотрим до и после. Что у нас изменилось. Так же нам с вами необходимо проработать волосы модели. Возьмем экспонирование чуть-чуть посильнее. Примерно 20. И проработаем блики на волосах. Здесь. Так же здесь. Проходимся. Вот таким образом. И при помощи затемнителя проработаем теневые участки на волосах. Затемняем так же пробор. Примерно так вот можно оставить. Давайте посмотрим, что у нас изменилось до и после, как вы видите. Как я уже говорил, если тени кажутся чересчур сильными, можно понизить прозрачность этого слоя. Давайте как раз это сделаем. Понижаем прозрачность примерно до 70 или 80 процентов. Как вам больше нравится. В данном случае, я думаю, можно поставить 75 процентов. Так наша с вами фотография смотрится очень даже неплохо. Ну что ж, на этом данный этап можно завершить. Мы с вами успешно порисовали светотеневой рисунок. И теперь можем переходить уже к тонированию нашей фотографии.